И узнаем правильный полный ответ. Самым знаменитым учеником нашего героя был великий князь Александр Николаевич, впоследствии ставший императором Александром II. А стихотворение Некрасова написано в 1861 году, в год отмены крепостного права в России. У нас есть один абсолютно полный правильный ответ. Маша получает печать. Уважаемые игроки, наступает очень ответственный момент. Назовите мне, пожалуйста, количество печатей, которые вы получили во время нашей игры. Пётр. Три печати. Три печати у Петра. Маша. Четыре печати. Четыре печати у Маши. Равиль. Тоже четыре печати. Четыре печати у Равиля. У нас есть два лидера. Маша, вам дано право первой назвать имя героя нашего расследования. Вы готовы это сделать? Конечно. Пожалуйста. Это Жуковский. Благодарю вас. Что скажет Равиль? Я также считаю, что это Жуковский. Вы так и написали в своём формуляре? Даже в двух пунктах. Благодарю вас. Этот человек этого достоин. Конечно, это правильный ответ. Это действительно замечательный русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Незаконный сын богатого русского помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи. Получивший фамилию и отчество друга своего отца, он оставил заметный след в истории отечественной культуры. Он был родоначальником русского романтизма. Автором государственного гимна, наставником и учителем русских поэтов и русских царей. И что самое главное, он сам был прекрасным поэтом. Недаром Пушкин сказал о нём. Его стихов пленительная сладость пройдёт веков завистливую даль. Василий Андреевич Жуковский. Напоминаю, что сегодня в нашей игре принимали участие Мария Орлова, Равиль Бубинов, Пётр Кондрашов. Давайте поблагодарим их за хорошую игру. Ещё совсем недавно 72 игрока стали соперниками в борьбе за главный приз. В результате упорной борьбы в следующий круг прошло 24 человека. Лучшие из лучших. И им есть за что бороться. Все они готовы идти до конца. Действительно, у каждого из этих симпатичных эрудитов есть шанс дойти до финала. Напоминаю, что призёров игры за семью печатями ждёт поездка во Францию. А победитель станет студентом Российского государственного гуманитарного университета. Итак, в следующей четвертьфинальной игре участвуют... Умеренкова Ольга. Ольга весёлый, жизнерадостный человек. Она любит читать и проводить свободное время с друзьями. А также она мечтает посетить все страны мира для того, чтобы побольше узнать о культуре этих стран и познакомиться с языком. Обруч Александр. Саша изучает классическую музыку и жизнь исторических великих личностей. Но в свободное время он играет в компьютерные игры. Также мечтает стать программистом. Пешего Татьяна. Татьяна увлекается итальянским языком, мечтает поступить в университет и найти работу интересную для души. Время нашей программы подошло к концу, но время вашей жизни продолжается. Так распорядитесь им с умом. Мы встретимся с вами через неделю на канале Культура в программе «За семью! Печатями!» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ